Ну чё, ребят, давайте тогда разберём мои всякие картинки интересные, всякие мои материалы. Почему бы это не сделать? Вспомним всё, что было у меня в романах, ребят, вспомним всё, короче. Вот, импровизационный экран возьмём и как-нибудь настроим вот таким образом, чтобы было видно тетрадочки. Вы, наверное, нихера не видите всё равно. Это первые рисунки, наверное, которые сохранились у меня. Это роман... Этот роман называется «Семь миров». Здесь просто очень-очень плохо нарисованы персонажи с самого начала, да? Очень-очень таинственно так, очень плохо. И прописаны разные характеристики. Это уже Зоя. Это роман «Зоя» называется. «Зоя» и «Зоя». Типа жизнь, там все дела. Небольшой бестиарий, бестиарий растений, бестиарий древних монстров, за которыми охотиться надо. И император древних, гигантская такая штука. Вот она. Большая-большая такая махина. Жёлтого вроде бы цвета, я уже точно не помню. Вот это гигантский такой монстр. Размером сколько? 200 метров. 200 метров. 200 метров он в высоту и 400 метров в длину с щупальцами сзади. Гигантский такой крокодилиус гигантский. Крутой. Большой-большой-большой. Тут куча всяких существ, за которыми герои охотятся. На самом деле роман довольно посредственный, но не самый лучший мой роман, но... Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте чуть позже тогда, раз уж опоздали. Чуть-чуть позже задержусь. Это типы городов, доспехи. А это главный персонаж, он голову в руке держит. У него голова в руке находится и доспехи большие такие у него. Тоже, соответственно. Разные типы, в разных городах, разные типы домов, я здесь прорисовывал, вот они. Разные типы домов. В общем, так вот. Монстр Хантер напоминает. Это разные романы, кстати. Ну, просто уже. Ну да, типа Монстр Хантер, только там основа реально с охотой на монстров строилась. И не самый лучший роман, не самый оригинальный, но хоть какой-то. Здесь я уже не помню чего. Это про роман Триада, записи всякие. Тоже не картинки, не картинки. Ищем картинки, у меня просто много разных записей. О, Грани бесконечности. Причем далеко не самая первая часть. Это уже Грани бесконечности, они на летающем корабле, у которого реально крылья есть уже в конце. Уже в конце перемещаются там куча разных персонажей, и они все прорисованы, немножко прописаны. Но рисунки довольно примитивные, как бы. Чисто, чисто вот наметить. Чисто наметить, что, у кого и как. Они все разные, персонажи должны быть, чтобы я не забывал, какие черты, как они изменяются постепенно, эти персонажи. И так далее, так далее, так далее. Здесь пока еще очень просто. Я потом сложнее буду рисовать. Кстати, вот это монстры из этого тоже, из этого произведения. Осьминог там есть, видите, осьминожа. Осьминог. Осьминог есть. Какая-то хуйня похожая на медуза Гаргона. Ну, то есть, вот такая вот штука. Кстати, вот план корабля. План корабля полностью прописан. Известно, кто где находится. Где какая там, один, два, три, четыре. Где библиотека, где не библиотека. Все точно прописано. Как бы весь план корабля есть. Четко прописанный план корабля. О, это роман Супергерой, кстати. Вот он, Супергерой, как выглядит чувак. У него технологии там всякие установлены. А есть лучшая прорисовка, кстати? Вроде бы, да. А вот-вот она прорисована уже нормально. Специально постарался прорисовать костюм этого героя. Это типа чувак в Питере такой. Обычный человек, на самом деле. Но, как бы, у него вот такой костюм. Бронированный. Это, на самом деле, это уже не фэнтези. Это не фэнтези. Это просто чувак, у которого, ну, нормальный технический, механический костюм. Без, без реально какого-либо элемента фэнтези. И он всяких преступников ловит по типу... Не, роман просто герой называется, кстати. Не супергерой, просто герой называется роман. Ловит всяких преступников, типа вор, педофил, убийца, обманщик, гопник. На самом деле, роман больше посвящен как раз преступникам. В конце оказывается, что преступники не такие уж и мудаки были. Это герои романа больше, чем дети. Вот главные герои, вот их родители, собственно. Если я не ошибаюсь, они расположены таким образом, что вот там сынок, а это мама его. Вот это сынок, это его родители. Дочка родители. Сынок, один отец там или бабка, или кто-то там, пусть знает папа. Это роман о том, как дети воображают, собственно. И как у них все это получается. Как у них в воображении проявляется фантастика, фантазия всякая. Это тоже интересно, на мой взгляд. А вот это уже роман о Рэй. Это серия романов о Рэй. Здесь уже люди, гибриды. Гибриды людей с разными монстрами и так далее, и так далее, и так далее. Почти все главные герои, вот они, три главных героя в начале, да, они гибриды монстров и людей. Ну, ладно, нет. Вот это не человек вообще, это едок. Это отдельный вид, это едоки вообще. Это чуваки, которые едят, много жрут. На яма тоже, как бы, вот этот чувак, который темненький, с темной кожей, он тоже не человек, на самом деле. У него колени выгнуты назад, как можете увидеть. Это не человек, соответственно. А вот это вот гибрид человека и какого-то электрического существа, и благодаря этому он из рук электричества может, например, пулять. А вот эта девка, тетка, она тоже не человек, она, ну, она растение. Она тупо растение, как бы, что я могу сказать. Вот эта мутха Ори, она принадлежит к виду кукловодов. У кукловодов нет носа, у них три глаза, вот так вот расположены странно, и на пальцах у них нервы. Если этот нерв попадет к вам куда-нибудь в орган ваш, и вцепится в вашу нервную систему, вы будете подчиняться, короче. Будете подчиняться ей. Есть такие существа-птицы подобные. Ну и один из главных врагов этого произведения, это Акуби Ом Кхуму. Он вот такой вот чувачок, тоже с тремя глазами, он тоже кукловод. Правда, одна рука у него, видите, не кукловодит особо. Так, с чего у нас там дальше-то еще есть? Давайте посмотрим. Ну это все продолжение той же самой серии. Здесь бестиарий полностью прорисован. Бестиарий для первых частей. Вообще все всякие монстры, которые попадаются в этом мире, абсолютно разные, абсолютно необычные. Некоторые вообще ни с чего не слизаны, некоторые похожи на что-то уже. Но чисто новое не придумать очень-очень трудно. Это глава Академии. Вот это гигантский такой хер у него. На плечах щупальца, большие мышцы, большая гигантская круглая голова, слоновьи ноги. Вот такой вот глава Академии. Они гибридов, он их обучает. Это учителя разные тоже тут нарисованы. Вот-вот они, учителя. Всякие учителя, тоже у них свои способности. Здесь очень много чего прописано, потому что здесь гигантский лор вообще у этого мира. С лором я много работал. Это новые монстры. Это новые монстры из той же самой серии романов. Все те же романы, но новые монстры. А это всякие тоже персонажи из этой же серии романов. Очень много персонажей. Ла Карм, Армоза и так далее, так далее, так далее. Гигантское количество просто вторичных персонажей, врагов, союзников. Вот это вот вообще хуй знает кто. Это Бессмертный, это типа самая сильная команда гибридов на планете. Это серия Арей. Тупо фэнтези. Это мое личное фэнтези. Это мое фэнтези, и оно охуенное, я считаю. Арсенал, Глава Бессмертных. Это вообще типа тоже монстр тот еще, очень крутой щел. А вот и Алакар клевый. Алакар клевый тоже. У Алакара восприятие усиленное, насколько я помню. И вы не поверите, на той странице все еще продолжение серии Арей. Это уже как бы финальное завершение. Здесь Акаша Дева, один из главных ученых среди, собственно, кукловодов. Здесь куча разных кукловодов, потому что они попали в ту часть планеты, где кукловоды существуют. Сделала игру по своему фэнтези. У меня много разных фэнтези, у меня много материалов, ребят. Меня лучше не ограничивать. И вот это мудрецы разные. Мудрецы, блядь, хуй знает что. Так, спрошу прощения. А вот это вот сейчас мы увидим персонажей, персонажей из серии романов. Не серии даже романов, а из романа Неуловимый Сигурд Кёниг. Бля, почему так плохо? Вот, Неуловимый Сигурд Кёниг, собственно, сам бомж Сигурд Кёниг. Все его возраста прорисованы. Через тысячу лет эта серия станет каноном фэнтези, скринте, надеюсь. Сигурд Кёниг во всех своих ролях, короче, в которых он побывал за всю жизнь, от самой молодости до старости, до уже, ну, до 30 лет, получается. 60, 12, 18, 23, 27, 30. И его подруга Эмили Наталь тоже, соответственно, все возраста прорисованы. И все возраста, как бы, про них рассказывается в романе. Вот они там, другие персонажи. Вот это Винсент Вуд, вот это Октавия Елизарова. Это Кристофер Гера, поэт. Где он? Где он? Кристофер Гера, поэт-бандит. У него своя банда поэтов. Банда поэтов, которыми он, благодаря которыми он там убивает всех. А это депутат Корольков. Лев Корольков, это русский депутат, который как раз охотится за Сигурдом Кёнигом. И поэтому роман называется Неуловимый Сигурд Кёниг, потому что Сигурд Кёниг убегает от вот этого чувака, который заказывает на него всяких убийц, наемников, врагов, всяких, всяких, всяких. Это бомжи. Это уже следующая часть, это уже другая книжка, но из той же серии. Вот это чувака, это чувака зовут Змееносец, собственно. Это тоже один из персонажей, из персонажей Неуловимого Сигурда Кёнига. Это элитный русский солдат, который меняет маски и личности одновременно. Он снимает маску, например, стрельца, и надевает маску Козерога и меняет личность. То есть у него становится совершенно другая личина, и он меняет стиль боя, оружие и так далее, так далее, так далее. Это особый способ его концентрации. С помощью масок он концентрирует как бы свои личности и просто меняет их и меняет мастерство управления разными, в общем-то, своими навыками. Это, кстати, одна из практик ортодоксологии, если что. Если что, это реально одна из практик ортодоксологии, и через Змееносца я ее просто показал. Это, в принципе, прикольный персонаж, довольно-таки красиво выглядящий. И он тоже принимает участие во всем этом добре. О, Атланта Беккер здесь есть. Но этот роман вы никогда не прочитаете. Это «12 подвигов Ирини», собственно. Это из романа «12 подвигов Ирини», и здесь происходит то, что вам нельзя, о чем вам нельзя слышать. Так, ой, а вот и роман о Авроре Кук, собственно. У Аврора Кук вот она вот так вот выглядит. Разубеждение Авроры Кук или как-то там. Девушка получает силу разубеждения, а ее оппонент, Одиссей Миллер, получает, наоборот, силу, с помощью которой он может убеждать кого угодно, в чем угодно. Аврора разубеждает, он убеждает. Это мистическая сила, которая их как бы, ну, не объединяет, а заставляет их противостоять друг другу, получается. Вот. Ну и они, кстати, потом преображаются в следующей серии романов. Это серия романов... Не серия романов, это большой-большой роман сумма. Сумма других романов, которая называется «Слияние». Там и Аврора Кук, и Одиссей Миллер играют очень важные роли. Там, кстати, впервые появляются всякие плоские фигурки, всякие плоские персонажи. Они, если... Если вы узнаете стилистику, они слизаны с Билла Сайфера, с Билла Сайфера. Плоские персонажи впервые появляются в романе «Слияние». Они обладают очень высокой силой. Кстати, перемещение в романе «Слияние» производится в доме-пауке. Дом с паучьими ногами, и на нем, как бы, персонажи перемещаются по всей планете. Вот тут всякие божества, божества изображены. О! Так, «Семпирио Каэлюм». Это что за роман? Судя по всему, этот роман, этот роман, этот роман... Да, называется «Скай Оуэнер». Это роман «Скай Оуэнер» о том, как Эмптио Каэлюм однажды выкупил небеса. Да, небеса никому не были нужны. Да, небеса, в общем-то, над головами правителей в древности... Как в древности? В далеком прошлом, когда еще не было самолетов и аэростатов, были никому не нужны. И сумасшедший, так скажем, очень идеалистически настроенный Эмптио Каэлюм взял и выкупил все небеса. Выкупил небеса, представляете себе? А потом его предок, его предок узнал об этом. И уже во времена самолетов и аэростатов он решил вернуть себе права на небеса и зарабатывать на этом большие-большие деньги. Так, это первые планы к роману «Корпорация выбора». Это все концовки прорисованы уже. Это персонажи из романа. Это персонажи из романа... Как он называется-то, господи? Успешные люди, успешные люди. Феликс Кёниг, Феликс Кёниг, кстати. Двоюродный брат Сигурда. Геродот, очень знатный персонаж, будет часто появляться потом еще. И так далее. Это роботы из романа... Это все роботы из романа «Вселенная Омега». Эти роботы на корабле находятся. Это чисто обслуживающий персонал на корабле. Вот такой вот. Про брюшного змееносца не расскажу. Вот есть навигатор, есть навигатор, например. Вот навигатор, вот где палец мой, где мой палец, там навигатор. Это сингулятор, сингулятор. Это, короче, пылесос, местный пылесос убирает. Это... Это кузнец. Он позволяет, как бы... Ну, в него что-то кладешь, и он кузнецу делает. Это печка, она еду создает, она делает еду. А это хер знает, что я уже забыл, что он делает. О, это путешествие. Это уже путешествие по разным мирам. Это как... Этот роман называется как-то про... Про путешественников, короче. Про путешественников не по мирам, а по миру по-нашему. По нашему миру. Там в Индию ребята ездят. Ну, неважно, не буду этот роман рассказывать. Вы о нем можете услышать тоже. Это такое пропустим пока что. Пропустим, пропустим, пропустим. Вот, кстати, первый рисунок пожирателя планет. Вообще, у меня очень часто появляются всякого рода пожиратели планетарного масштаба. И это Тифон. Тифон это существо, которое может сожрать планету целую. Такой рисунок у меня был. Это университетский. Я его нарисовал во время занятий в магистратуре. И этот образ пожирателей у меня появляется очень часто. Пожиратели одни из основных существ во всех моих вселенных. Как бы, одна из самых главных опасностей порой. Давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Да, давайте пропустим, пропустим, пропустим. Ща, 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 ща. Мои рисунки, это на самом деле тетрадка учебная, если что. Я очень много рисую таких вещей в тетрадках. Всякие символы, всякие, вообще всякие, всякие символы. Это нормальное дело. Я изрисовываю страницы по-всякому. Здесь много и вообще ничего не значит. Опять пожиратели, если что. Образ пожирателя. Вот такие вот узоры, кстати. Ну, мы сейчас дойдем. О, вот она вот, клевая штука, кстати. Вух. Тупо в тетрадке, тупо в тетрадке. Школа боевых искусств мастера Джан Юи. Вот мастер Джан Юи с татуировкой осьминога. Мастер боевых искусств. Стиль осьминога. Джан Юй с китайского означает осьминог, если я не ошибаюсь. И вот этот чувак собирает всякую компанию, в которой там у нас принимают участие разные персонажи из вселенной Аронео тоже. И их противники разного рода тоже. Это пантеон. Поэма пантеон. И здесь очень большой, большой, большой пантеон богов из 64 персонажей. И продолжаем. Здесь пока обсуждать нечего. Это все объяснять можно бесконечно. Это вселенная Онта. Это одна из моих вселенных. Это вселенная Онта. Вот они, персонажи Онта. Они покрыты непробиваемой материей Хили. Материя Хили состоит из сингулярности. Это маленькие, сжатые в сферы сингулярности, которые, в принципе, составляют материальный каркас всего вот этого вот. Всего вот этого вот. Эти существа абсолютно неуязвимы для любой прочей материи, которая не состоит из Хили, собственно. И вот они имеют разные формы. Внутри вот этих вот форм телесных находится их нервная система. И эта нервная система абсолютно бессмертна. Вот, например, создатели. Вот они так выглядят. Восемь создателей. Восемь создателей, которые создали Хили и сделали всех вокруг бессмертными. Но не всех вокруг, тех, кто, короче, стал бессмертным. Это Капелла и его команда. Вот Капелла, один из главных противников данного романа, один из главных злодеев. Он очень большой, очень сильный. И вот его, как бы, союзники. Вот его союзники тоже. Видите, интересная какая штука. О, ну вот. Мы вернулись к роману «Успешные люди». Вот он. Вот он, завистник. Один из главных персонажей. Завистник убивает успешных людей всякого рода. Поэтому он и зовет себя завистником, собственно. А вот и роман «Вселенная Омега». «Вселенная Омега» продолжает, продолжает, в общем-то, романы Онта. Продолжает романы Онта. И здесь нет ни одного человекоподобного существа. Вот у нас главный, один из главных героев – это Антологос. Потом у нас есть Критикус. Вот этот чувак, вич, со снайперской винтовкой. Есть чувак «Мозг в колбе», соответственно. На «Эпистемологос» есть Алхео, который владеет алхемическими всякими преобразованиями. Видите, он на Луну похож. Есть персонаж защищенный – это Этикос. Сейчас, 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 подождите. Вот он. Вот он такой стоит на ножках больших, очень большой чувак. И есть Еретик, соответственно. Еретик. У Еретика рука состоит из Хили, как вы видите. Хили тоже очень важная материя, она будет часто упоминаться. И вот у нас пошли всякие галактики. Галактики с описанием разных планет. По 8 планет мы посещаем. В каждой галактике просто стабильно. И у каждой планеты свои собственные виды присутствуют. Я не буду вам подробно их описывать, потому что бесконечно. Очень много планет, очень много видов, очень много галактик. Планеты, состоящие из Хили, кстати. То есть это бесконечно можно описывать. И есть такие существа, которые в этом мире называются демибоги. Демибоги – существа особой силы и просто гигантских размеров. Гигантские, громадные, громадные создания, которые вообще все могут уничтожать на своем пути. Очень сильные энергетические, очень мощные, вообще титанические создания. Один из самых главных – это Озма. Озму я взял в Final Fantasy IX, если что. Это отсылка на Final Fantasy IX. Крутой чувак. Он уничтожает всех, всякие планеты, потому что ему делать нечего. Кстати, в этом же романе появляется персонаж по кличке Эва. Эва после смерти всегда эволюционирует. После каждой его смерти он превращается во что-то новое. То есть у него каждый раз новая форма, новая форма, новая форма, новая личность, новая форма, новая личность. Правда, плохо видно, жалко. Новая форма, новая личность, новая форма, новая личность, новая форма, опять же. Новая личность, новая форма и опять новая личность. Есть еще другие команды путешественников, кроме основной команды. Много-много команд, много персонажей, колоссальное количество космических кораблей, еще несколько команд и дополнительные персонажи. В общем, очень богатый мир. Это воображаемая империя Марка I. Ну, то есть, опять же, очень много всего. Здесь много разных персонажей, много демонов, много существ. Сказка. Интересная-интересная сказка. Про... Мы сегодня уже обсуждали карту этих... Детей Гожих. Дети Гожи это отсылки на всяких вот известных личностей, типа Иисуса Христа, и у него есть там это, ребенок Суси. Ну, не ребенок Иисуса Христа, но это ребенок с отсылкой на него, да? Способность Иисуси ходить по воде и превращать воду в виноградный сок. Плюс ко всему, он еще и бессмертен, он воскресать умеет. Дубба. Это отсылка на Будду, соответственно. Этот человек может... Это ребенок, вот Дубба. Он может делать так, чтобы его тело очень сильно отвердевало или, наоборот, становилось прозрачным и неосезаемым. Это Силукрек, отсылка на Геркулеса, это отсылка на Моисея, отсылка на Гора и так далее, так далее, так далее. И все они сражаются против змея Гожа. Гож здесь самый главный герой и злодей. Соответственно, это детская сказка. Вот эти, кстати, персонажи, защитники Земли, их придумал мой друг. Ну, мы с другом ее вместе придумали. Друг, к сожалению, повесился, но эту идею я как бы сохранил... Эту идею я сохранил с собой дальше, соответственно. Эти три персонажа, огонь, вода и электричество, олицетворяющих в капюшонах таких специально. Я их перенес в этот самый роман и... Ну, вот такая вот отсылка интересная. А вот это продолжение вселенной Омега. Персонажи развиваются, у них появляются новые там доспехи, защита разного рода, новые команды, с которыми они сражаются. Нет, не шутка. Новые враги появляются, новые враги. Например, вот этот чувак, его зовут неименованный, и он наполовину покрыт, собственно, вот этой хиле непобедимой. Есть другие очень сильные персонажи, которые тоже так же вот здесь появляются в этой серии романов и тоже удивляют, удивляют, удивляют. Очень много героев, очень много событий. И при этом Эволок, он продолжает дальше эволюционировать, у него становятся крылья из рук, три головы, там, пять голов, что угодно с ним происходит. Продолжает, короче, дядька эволюционировать, ничего не про... никак. Так, всё вроде бы, с этой тетрадкой покончено. Есть ещё одна тетрадка, это моя последняя тетрадка, в которой я сейчас, собственно, и рисую всё. Тетрадка, в которой я сейчас в последнее время пользуюсь. Давайте закончим, собственно, закончим с моими записями. Закончим с моими записями, я это даже хайлайт отдельно сделаю, чтобы похвастаться перед вами. Что у меня очень много материалов, много рисунков, много записей. Музыка, это из Final Fantasy VI, автор Набоу Ямадсу. И, соответственно, это композиция Shadow. Перерождение Герострата, прорисованные портреты всех героев из Перерождения Герострата. Прописаны все миры. Всё. Забьём на это. А вот и она. Вот и она. Плоская вселенная. Роман Метрика. Главные герои Метрики. Персонажи плоские. Вот видели то, что там выродилось. Вот главный злодей это Шляпа, Шляпа, Шляпа. Главный злодей его команда Шляпина. Целая планета. Карта планеты прорисована здесь и ещё кое-где отдельно. И вот многие персонажи, которые появляются. Персонажи некоторые с отсылками. Озма опять появляется. Например, Озма мне нравится. Пиджак отдельно будет. И штаны плоские. Платоновские фигуры там где-то были. В итоге Шляпа может собраться в целого такого Шляпника. Видите? Персонажи постепенно меняются. Тоже всякое происходит. С ними события, события, события. Очень много событий. Очень много персонажей. Персонажи становятся сложнее. И ещё сложнее. Многие персонажи разных типов. Типа буква как Омега. Где Омега? Вот Омега. Буква Омега, например, персонаж плоский. Вот эти персонажи из чего они состоят? Хер знает. Это просто какие-то завитушки получаются. Прикольно. Вот творец некий. Циркуляр. Сегминор состоит из сегментов квадратных. Тысяча гран состоит из тысячи граней. Такая вот тоже большая-большая плоская-плоская-плоская вселенная есть отдельно у меня. И... А, это ответвление, кстати, от... Ответвление от вселенной Омега. Можете увидеть, может быть, сейчас. Блин. Не можете. Увидеть не можете. Ну, в общем, вот. Персонажи. Это уже в поэмах небольших изложены. Эти истории. Такс. Не могу показать. Не-не-не, зеркально. Почерк зеркаливает. Конечно, зеркалит камера. Блядь, блядь, блядь. Она рассредоточилась. Сейчас. Ну и поехали. Сказания об Ивалии. Да давай уже, покажи нормальную Ивалию нам. Вот этот вид называется Первый. Первый выглядит приблизительно так. У них сзади щупальца. У них острые такие вот штуки. В общем-то, лица не очень похожие на человеческие. Крылья за спиной и перепонки на ногах. Вот такие вот странные первые, очень сильные создания. Ивалия, Эвалия Дея Нихилия Когита, это создательница эволюции на нашей планете. Она как бы, это девочка эволюция, можно сказать так. Целый роман посвящен ей. Потом девочка эволюция окажется в произведениях «Время и пространство», где главным героем является Тихрон 64. Это робот. Робот, временной робот, который управляет временем. И мать Эвалии, вот ее мамка. Это ее мамка, короче. Вот так выглядит ее мамуля. Вот ее мамка, короче. Вот такая мамуля у нее. И у мамули есть свои всякие там тоже монстрики. Так далее, так далее, так далее. Культ пространства и времени. Здесь присутствуют существа, которые могут управлять пространством и временем. Этот Тикти, например, управляет просто временем. Он просто состоит из завихрений времени. А этот топогер, он состоит из геометрических фигур, и он управляет пространством, может искривлять пространство по-разному Есть еще много разных злодеев, героев в культе, в культе пространства и времени, это враги наших, в общем-то, героев тоже Целые виды, топосы, временоиды, разные создания, тоже злодеи, герои, очень богатый мир, очень много разных времен Он, времена разные, роман о временах, о перемещениях во времени, в разные миллиарды лет перемещаются персонажи, тоже эволюционируют, изменяются Вот, например, слуги, вот мамки Вали, они вообще просто как бы эволюционируют Вот он сначала вот такой вот, а потом постепенно растет, растет, растет и становится вот таким Или, например, вот чувачок, сначала вот такой вот маленький, а потом постепенно дорастает вот до такого и становится вообще другим Очень много всего Очень много всего Все это объяснять и рассказывать не приходится Эвалия постепенно становится еще круче Вот она какой становится в конце концов Саша, ты бы на фанфикшн Себе можешь делать имя, а нахуй мне фанфикшн Фанфики говно Так Ну это Аскайный Рон Поехали дальше, что у нас тут еще есть А вот это уже роман равенства Тот, который сейчас некоторые считают Люди, как боги, не читал Снегова Соответственно, вот это роман про грибы Короче, про грибы, вот так грибы выглядят Живые грибы, короче До планеты, вот Вы это уже видели, на самом деле, не так давно Все это, вряд ли вы видели Ну вот здесь очень много всего Очень много разных рисунков, очень много всего Все, мы закончили Мы закончили с быстрым просмотром Тех зарисовок, которые сохранились за долгие годы Тебе нужно было все на программе делать, да, но это долго Мне же зарисовки нужны для того, чтобы не забывать какие-то основные черты персонажей Чтобы не забывать основные вещи Чтобы не забывать главных персонажей Да я уже давно переплюнул Перумову Перумову хуевый писатель И фантаст тоже хуевый Я охуенный фантаст Я охуенный фантаст По моим книгам можно делать игры, снимать фильмы Можно просто создавать такие миры, которые никто еще не создавал И радоваться жизни Если бы люди делали продукцию, как я Понимаете, если бы люди делали ту продукцию, которую я делаю Либо похожую на таком же уровне Мы бы сравнились по уровню продуктивности с Америкой и Японией уже давно Понимаете, в чем дело? Шадов, если все это сгорит, ты сможешь это повторить? Но романы-то останутся Романы-то останутся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok